Быть художником – это у него в крови. Живописец из Каменско-Уральского на палитры свое кровное не тратит. Он создает картины, краски, которые берет из вен. Это как раз тот случай, когда художника обидит каждый. От мрачных сюжетов у галеристов кровь станет в жилах. В родном городе его выставки запретили, да и современные художники не признали. Так что же это – талант или диагноз? Разбиралась Вероника Новоселова. На холст Николай Устьянцев изливают не только душу, но и стакан полтора собственной крови. Масло, гуашь и акварель художник заменил единственным, по его мнению, живым материалом. И это только со стороны кажется, что в его палитре всего один цвет – кроваво-красный. На самом деле природа постоянно добавляет новые краски. Есть свои тонкости определенные. Кровь имеет такое физическое свойство, как очень быстро менять свою структуру. И в зависимости от этого дает разные оттенки, глубину, тоны и прочее. Из Вены художник черпает вдохновение уже несколько лет, не жалея на мрачные сюжеты ни лейкоцитов, ни тромбоцитов. Но не так страшен сам черт, а то, каким способом его молюют, переживают врачи. Если на кровное произведение Николай жертвует больше 200 мл в месяц, то его творчество рискует стать головокружительным. У него грозит нижение уровня гемоглобина. Кислородное голодание приводит к обморокам, плохому общему самочувствию, головокружению и, в конце концов, нарушению функции главного органа – это головного мозга. Зато даже столь кровавое творчество позволяет дружить с головой, уверен тот, кто в ответе за душевное здоровье. У главного психотерапевта области Михаила Перцеля даже небольшая галерея работ своих пациентов собралась. Правда, по картине поставить диагноз невозможно. Поэтому демон, нарисованный кровью, у врача не настораживает. Куда чаще, говорит душевнобольные, рисуют кошечек. Еще хуже может быть тем, кто совсем игнорирует творчество. Любые эмоции, которые во многих застаиваются и в дальнейшем приводят к различным заболеваниям, для людей, занимающихся творчеством, не составляют проблемы. Они выражены на полотно, они выражены в каком-то музыкальном искусстве. Обходя галерею за галереей, художник Устьянцев регулярно разгоняет кровь. Но пока влиться в виду художников не может. Раз за разом ему отказывают в выставках. Мол, такое творчество негигиенично. Но мастер не жалеет ни вен, ни времени. Ведь его произведения не испарятся. Кровавые картины надежно покрыты лаком. Раника Новоселова, Алексей Богданов. Новости 41-го канала. Редактор субтитров А.Семкин